Леонора, с какими стереотипами о красивых женщинах вам приходится сталкиваться? К счастью, немного. Наверное, что красивые женщины доступные, красивые женщины где-то глупые, легкомысленные, непостоянные. Ой, сколько уже насчитала. Говорю, немного. Но разве я миф? Красивые женщины не достойны. Они уникальные. Каждая женщина красива. Моя героиня с детства принимала участие в конкурсах красоты, участвовала в фотосессиях, работала моделью. Кажется, жизнь с самого рождения готовила ее к титулу главной красавицы страны. Сегодня у меня в гостях мисс Беларусь-2023 Елеонора Кочеловская. Елеонора, здравствуйте. Здравствуйте. Елеонора, вы с детства осознавали свою привлекательность или бывало так, что вы чувствовали себя гадким утенком? Наверное, гадким никогда не чувствовала. А утенком? А утенком. Утенком чувствовала, наверное. Дачным таким, в кустах сидящем. К счастью, мои родители с детства говорили, наверное, просто ласковые слова, которые я интерпретировала именно к своей внутренней, внешней красоте. Ты хорошая, ты красивая, ты молодец, у тебя все получится. Поэтому я это проецировала не только на свою внешность, но и, наверное, на внутренний мир. Знала, что красивая, потому что в 6 лет попала в модельную школу, где все стали восхищаться. И говорит, что очень уж красивая голубоглазая девочка ждет тебя большое будущее. Я знаю, что вы участвовали в конкурсе красоты с раннего детства. Чья это была идея ваша, родителей? Благодаря, так сказать, тонкой руки моей мамы, такой сопровождающей меня вдаль, она смогла меня сподвигнуть на это решение. Но, наверное, это больше взвешенное общее решение, что давай попробуем. Такого восторга и безукоризненного принятия этой идеи не было с твоей стороны? Мне кажется, у меня был страх. И страх больше не оказаться в иных условиях, а страх потерять детство. Потому что все проходили период вот этих вот дворовых историй, прогуливания уроков. А у меня начался совсем иной период. Это период моего становления, вложения в себя. Да, это сейчас, наверное, модно об этом говорить, что я проработанная с детства. Но в тот момент, там, 2011 год, мне казалось, что я упускаю свое детство. Это я сейчас уже анализирую, понимаю. Тогда мне была все эйфория, я в каких-то софитах, и за меня радуются, я радуюсь. Но вот сейчас прихожу к анализу такому. Как ваши одноклассники относились к вашим победам, титулам? Приходилось ли вам сталкиваться с какой-то ревностью, критикой, хейтами, говоря современным языком? Да, современным, да. Я благодарна жизни, что интернет появился в моем доме гораздо позже. И что моих одноклассников, школьников, с кем я была в параллели, мобильных телефонов также не было. Ну, они были, но они были такие еще совсем-совсем хиленькие. И вот этого хейта за спиной, как мы сейчас чувствуем напряжение, его это и не было. А в лицо-то сложно сказать. Зная, что ходили слухи по школе, очень отразилось в памяти воспоминания, когда девочка опустила слух по школе, что все купила. Но это все воспринималось как такой момент случая, и он быстро прошел. Помню период, это была маленькая гомельчанка 2010. И моя мама выкупила балконы. Я помню, я выхожу на сцену, маленькая, а на балконах сидят курсанты МЧС. Потому что моя мама подполковником ЧС. И они своим вот этим шквалом крика заполонили весь зал. И сидели мои одноклассники. Они с плакатами нарисованными. Я вот поняла, что такое счастье, наверное. Но вот учитывая ваш большой опыт, участие в конкурсах, я могу предположить, что стать мисс Беларусь, наверное, было вашей какой-то мечтой с детства. Нет? Я помню, как смотрелось сюжеты и финал прошлогодних лет конкурса. Это 18-е, еще старее. Но я не могу сказать, что я мечтала об этом. Мне, наверное, как любой девушке и девочке нравилась та картинка, те девушки, которые достигли этого уровня. Но я никогда не ставила перед собой такую цель. А вопрос остается, о чем вы мечтали в детстве? Я, наверное, как и любой ребенок, мечтала обо всем и ни о чем. Такие были разовые, быстрые мечты. Что касается профессии, был период, что хотела быть учительницей начальных классов. Был период, что мечтала стать продавцом рыбы. Почему рыбы? Наверное, даже скорее, это не благодаря рыбе, а благодаря событиям. Мы с мамой по воскресеньям, я помню, зимой ходили на рынок. И раньше-таки были выездные рынки, и приезжала живая и замороженная рыба. И всегда там была такая приятная женщина. У нее были такие огромные пластиковые рукавицы, чтобы рыбой не запачкаться. И сачок. И сачок. И она всегда так это ярко и эмоционально делала, что я как-то подумала, что хочу стать тоже продавцом рыбы. Ну, а теперь поговорим немного о конкурсе «Мисс Беларусь». Было ли для вас что-то во время проведения конкурса полной неожиданностью? Да, все. Если честно, это настолько иные условия от моей жизни, которые я жила до. То есть я уже часто говорила эту фразу в интервью, и я назвала это «Армия красоты». Вот мы были как красивые солдаты, которые просыпались, выбегали, одевались, красились. Все было в таком быстром темпе, что, наверное, и психика, и я не успевали осознавать, что же все-таки происходит. Это было все очень интересно, красочно, красиво, сложно. Но каждый день я проживала прямо через себя, потому что все-таки это конкурс, и конкуренцию никто не отменял. Хотя она была очень здоровой, она была грамотно выстроена. Но все равно, это вот я не знаю, с чем сравним эти эмоции. Наверное, как подготовки вот 11-классников по ЦТ. Ну, а какие-то критические моменты были, что вот звонила по телефону, маме там плакалась. Все, я не буду, не хочу. Не поверите на второй день. Поверю. Хотя я не слабак. У меня мама всегда с детства говорит фразу «ты герой, ты не можешь сейчас опустить, нельзя опустить руки». Но на второй день случился уже сразу переломный момент, когда я задала вопрос себе, а это точно ли мой выбор, это точно ли мое место? Как мне все это прожить, перейти и справлюсь ли я с этим? Наверное, это страх. Страх охватил, и позвонила маме, она сказала, что это нормально. Это нормально, ты справишься, на третий день будет легче. И правда, на третий день было уже легко. Уже после победы в конкурсе вы признались в одном из интервью, что растерялись во время проведения интеллектуального конкурса, сказав, что вы не знаете, кто написал Павлинку. А как вы думаете, почему судьи простили вам эту оплошность? Для меня это загадка. Потому что в ту секунду у девушки, у меня, то есть, наверное, в какую-то... Ну, вот просто рухнул мир. Это такой огромный публичный позор. С одной стороны, понимание, что я окончила университет культуры, я писала по Павлинке театральный дневник. И в какую-то секунду, когда тебя в лоб спрашивают, казалось бы, простейший вопрос, который, как потом писали в комментариях, должен знать каждый белорус, ты падаешь в лужу, садясь в нее всем телом, и отвечаешь, не знаю. Вот это был мой ответ. Кстати, вот одно из изданий так и написало, что ваше признание, то, что вы не знаете, ответ, да, это была с вашей стороны продуманная хитрость. Ай, я не такая хитрая. А все-таки как на самом деле? Вы стерялись? Да, обычная растерянность, наверное, моментная глупость, вот это вот оцепенение от ситуации и невозможность собраться, быть в себе уверенной в своих знаниях и сказать, это Янка Купала. Победа на конкурсе стала для вас неожиданностью или все-таки было предощущение победы? Нет, ощущения не было. Я была уверена в своих силах. Я знала, что где-то я сильна, чем иные финалистки. Банально своим опытом модельной сферы. Я преподаватель по дефиле, то есть я танцор народных танцев. Я чувствую музыку, чувствую тело, чувствую зрителя. И из-за этого я чувствовала, что имею немножко больше знаний и ресурса, чтобы более качественно и грамотно выступить. Получив титул «Мисс Беларусь», как изменилась ваша жизнь? Кардинально. Я думаю, что даже логично. Ты обретаешь новый статус, причем национальный статус. К тебе повышается уровень внимания, в принципе, ответственности. Достаточно быстро нырнула в работу, которую называем «Миссия Мисс Беларусь». И тут важно было быстро садаптироваться, понять, что ты должен делать, как ты должен делать. Поэтому жизнь перевернулась на 360 градусов. А вы помните, как вы провели свой первый день после победы на конкурсе? Что вы делали? Очень помню этот момент. Начну с вечера, когда только выиграла. Я не успела зайти за кулису. У меня кто-то кричит, кто-то орет. Я несу корону, меня ее сразу забирают. Да, она у нас хранится в сейфе, поэтому я ее видела вот в руках охраны. И мне сразу звонит телефон и неизвестный номер. Я думаю, ну, нужно поднять. Мне говорят, Леонид, здравствуйте. В 9 утра мы у вас снимаем репортаж. На часах 23.00. И мы уже в 9.00 с накрытым с мамой столом, с пироженами, с чаем, встречаем первых гостей. Это были репортеры. Мы снимали долго, примерно часа 3-4. И я все время находилась как будто на энергосбережении. То есть моя батарейка работала, работала, работала. Я не понимала, что происходит. У меня было примерно 300 сообщений, звонков. Потом мне звонили, что у меня на следующий день уже был забег, полумарафон в Минске. Я сказала, давайте, побежали. Поэтому утро прошло очень сумбурно. Съемки, звонки. И к вечеру, наверное, только в часов 7 мы с мамой сели за стол, выдохнули и легла спать. Все. Официальный статус самой красивой девушки страны – это тяжелое испытание или это выигрышный билет, вот лично для вас? Билет – это хороший. Выигрышный ли он? Точно удачный? Нет, неудачный, неправильно. Почему тут удача? Билет счастливый. Вот так вот. Потому что благодаря моей победе я познакомилась с массой интересных, творческих, ярких людей. Это возможность делать все вещи, проекты, которые ты раньше не мог осуществить, потому что не имел какой-то вот направленности или силы слова. А сейчас, благодаря тому, что я имею значимость в обществе, мне получается помогать людям, животным своим маленьким, но словом. Я предполагаю, что после победы на конкурсе наверняка пришлось столкнуться и с критикой, и с завистью, и с теми же хейтерами. Я прав? Абсолютно. Ну, я опять же счастливый человек, потому что мне попадались люди в 90% адекватные, хорошие, которые, наверное, более с положительной стороны ко мне обращались. И буквально 10% это те, кто хотел высказать свое мнение. Пожалуйста, это их мнение, и они имеют на это право. И я не воспринимала это как агрессию или хейт. К счастью, сейчас это минимальное вообще количество. Меня окружают и в социальных сетях, и в жизни все расположенные люди к дружбе со мной, которые радуются за мои победы, поступки, действия. Ну, вот помню у себя первые особенно месяца я боялась брать телефон, потому что заходишь в социальную сеть и боишься увидеть какое-то гневное письмо или агрессию на родителей, на близких людей. Вот боялась больше, когда затронут что-то очень родное и близкое. Не секрет, что хейтеры часто в своих комментариях пишут о том, что победы в подобных конкурсах, они всегда проплачены. Вас это обижает? Наверное, даже смешит. Были бы у меня такие деньги, я не знаю, какая это сумма, потому что ни для кого не секрет, что это государственный конкурс, и участие в нем абсолютно бесплатное. Мы не заплатили ни копейки ни за что, ни за транспорт, ни за питание, ни за педагогические услуги, ни за мастер-классы. Это все было в рамках конкурса. Мы стали финалистками, и нас обогатили скорее вот этим всем, что нам дал этот конкурс. Какие еще двери в мире перед вами открылись после победы на конкурсе Мисс Беларусь? Какие двери? Ой, множество. Во-первых, я стала таким активным гостем в государственных, социальных мероприятиях. Бывает, я выступаю как спикер, то есть с мастер-классами. Тоже все знания, которые у меня есть, я не жадничаю, все готова отдавать до мелочей, все, что знаю, все, что умею. Ну вот в прошлом году вы приняли участие в конкурсе Мисс Европа Континенталь, который проходил в Неаполе и стали первой вице-мисс. Вот что было самым сложным на этом конкурсе для вас? Какой этап этого конкурса был самым сложным? Самое сложное, что смогу выделить, это одиночество, которое я ощущала там. Я знала, что онлайн в моей стране меня ждут сотни тысяч людей, которые смотрят, следят, они болеют, они знают про то, что я сейчас там нахожусь. Но именно в Неаполе я была абсолютно одна, и я очень четко отпечатала у себя в памяти момент, когда каждая страна выходила на сцену, и зрители аплодировали. И когда вышла я, у меня не было группы поддержки, то есть никто из представителей Беларуси не приехал, потому что это в Италии, и технически это очень сложно. И в принципе я знала, что я справлюсь сама, и я вышла на пустую тишину. И вот, как видите, все получилось. Я была, честно, в безумном шоке, что осталось на сцене, вот нас было двое, я и представительница другой страны, и вот в тот момент барабанная дрожь, кто же выиграет, и я уже на ту секунду думаю, я, если что, займу первой вице-мисс, то есть я уже, когда дошла до этого, передумаю, да это невозможно, ну я как, там, из 52 стран. А чем отличаются эти два конкурса, Мисс Беларуси и Мисс Европа? Всем, абсолютно. Первое, что хочу выделить, уровень организации в нашей стране мероприятий наивысшим. Наша режиссерская работа, техническое оснащение, это вау. Когда я увидела, как это все работает в Европе, я подумала, о, вам бы к нам съездить, посмотреть, как делается реальное шоу. Ну, конкуренция ощущалась гораздо больше, чем у нас, как ни странно, потому что все девушки были абсолютно разные, каждая представляла свою страну, у каждого свои обычаи, традиции, и сложно было как-то ужиться со всеми, но, наверное, когда ты принимаешь такую нейтральную позицию, ты добр, то, в принципе, ты располагаешь всех к себе, и они тоже тянутся. Я знаю, что тема бездомных животных для вас очень личная, так ли? Да, причем она притянулась ко мне абсолютно неосознанно, так сказать, случайно, по воле случаю. У меня всегда была такая эмпатия к животным, особенно к брошенным, которым, ну, видимо, достался не тот друг. Так получилось, что на время конкурса, когда был финал, у меня уже как три года живет мой друг, тигр, это бездомный пес, мы взяли у волонтеров, его нашли под железнодорожными путями. Это не первая моя собака, до этого у меня была Джессика, тоже дворняшка, помесь кто-то с кем-то, такая толстенькая. Сейчас уже такой более крепкий мужчина. С мужчиной, скажу, сложнее, с собакой мужчиной. С мужчинами тоже. С мужчинами тоже, с девчонкой было попроще. Ну и, наверное, как-то благодаря ему я все больше начинаю замечать, не могу сказать, что проблему, но эту ситуацию, и у нас в стране, она решается, открывается много благотворительных фондов, организаций. Одну из таких я курирую, это Кобринские частные, просто частная инициатива. Четыре девушки купили хутор и построили там большой-большой дом для собак и кошек. Я к ним приезжала осенью. На момент, когда я приехала, у них было примерно 110 собак и около 200 кошек, мне кажется так. К сожалению, люди этим пользуются, им подбрасывают щенков. Это больная тема, потому что я, правда, не знаю, как помочь всем. И денег столько не наберешь, и вроде спасти всех не можешь. Но я считаю, что победа начинается с малого. Леонора, наверняка после победы на конкурсе ваш директ был завален предложениями о свиданиях, о встречах. Это так? Нет. Вы знаете, развею этот миф. Мне кажется, мужчины немножко боятся красивых девушек, а тем более... Есть такой грех. А тем более статусом мисс Беларусь. А самые активные, которые не боятся, да, бывают, поступают, но это не прям навязчиво, прям вот в тысячном количестве. Нет. Чаще всего на самом деле мужчины проявляют знак внимания ко мне просто в общественной жизни. Но тем не менее, у поклонников вашей красоты есть хоть какой-то малейший шанс? Или ваше сердце уже занято? Ее остается только лайкать под вашими фотографиями? Пусть лайкают, пусть лайкают. Вы знаете, сейчас мое сердце занято титулами из Беларусь. И как бы то ни было, оно правда занимает огромное количество времени. И когда ты общаешься много с людьми, в принципе, каждый день проходишь через тысячу рукопожатий, ты морально, физически устаешь. Но я всегда рада новым знакомствам, всегда рада новым людям. Каждый человек дает нам какие-то новые знания, новые моменты для размышлений. Поэтому я всегда рада новым знакомствам. Вы любите шумные компании или домашнее тихое уединение? Я люблю баланс. Чтобы в свое время была и шумная компания. Это, например, большое застолье с семьей, с шутками, с песнями. И в то же время, чтобы я находила время на тишину, например, просто расслабиться, посидеть, взять собаку, пойти в парк, посидеть, почитать книгу в парке. Ну вот мы уже поговорили немного о ваших увлечениях, но не затронули еще одно – это писательство. Вы можете что-нибудь прочитать? Я писатель момента, наверное, вот так себе дала бы прозвище. И когда об этом задумывалась всерьез, поняла, чтобы никогда не писала под своим псевдонимом, потому что боюсь, опять же, вот этот страх, да, что, ну, это странно, я не знаю, почему-то мне так кажется. Что мое что-то сокровенное, какую-то мысль, которую я перенесла на бумагу или сейчас уже в ноутбук, это на всеобщее обозрение, так еще и под моим именем. Пару раз пробовала писать книги в период, когда эмоционально нужно выплеснуть все, что у тебя внутри, на бумагу, опять же. Это какие-то ситуации, которые ты не до конца прожил, и благодаря книге ты можешь довершить эту историю. Не секрет, что красота требует жертв. Вот на какие жертвы ради красоты пришлось вам пойти? Похудеть. У меня спортивное телосложение, но за время конкурса я скинула примерно 8 килограмм. Не специально, это было на стрессе. У меня 5 раз в неделю почти что спорт, это либо тренировки. Раньше был еще бассейн, но сейчас уже лето пришло, я надеюсь, буду почаще выбираться на какую-нибудь речку и заныривать в плавание. Как вы относитесь вот к тому, что многие девушки прибегают к пластическим операциям, делают уколы красоты? И мне следует, что это существует. Да, существует. Мне кажется, сейчас вот эта индустрия искусственного лица, она растет. У меня ощущение, что девчонки все, у них есть единый образ, который они нашли в интернете, они все штампуются под что-то похожее. Но это их выбор, правда. Запретить им вот этого не делать. Может, я только хуже сделаю этому человеку, если я скажу свое мнение, что ты знаешь, ты себя погубишь этим. Она знает, что она себя погубит этим. Но может, она жить не может. Может, она вот сейчас губы уколет и станет самой счастливой на свете, самой любящей, самой любимой. Я лично сама к себе, я не готова к этому, как минимум, потому что это больно. И это та боль, которую можно не испытывать. Зачем себя подвергать к этим испытаниям, когда все возможно корректировать в мере своей жизни. Видишь, что тебе что-то не нравится, подумай. Может, надо питание изменить, добавить спорт, попробовать какую-то новую маску для лица. Сейчас столько есть технологий косметики, медикаментозной даже, например, какие-то витамины, БАДы. Вот я более за такое изменение внутреннее и внешнее. Но да, эта индустрия активно развивается, это бизнес. Леонора, сейчас вы работаете в Национальной школе красоты, получаете второе высшее образование, психологическое. Это уже какая-то заявка на профессию. И кем вы видите себя в будущем? Я работаю в Национальной школе красоты уже пять лет. По поводу высшего образования, когда стоял выбор по поступлению на первое высшее после 11 класса, тот вот гибкий промежуточный этап, когда вроде ставишь на карту все. То есть либо все, либо ничего. Я выбрала университет культуры, не пожалела об этом абсолютно. Но я помню разговор с мамой, я говорю, мам, я хочу быть психологом. Она говорит, социальным в школу ходить. Мне почему-то это так испугало, что я буду работать с асоциальными семьями, а я очень впечатлительный человек, и я испугаюсь жизни в целом. Поэтому решила, что, наверное, осознанным будет выбор получить второе высшее для себя уже, для, так сказать, душевного покоя, просто профессию психолог, потому что мне интересна психология. Я считаю, что это ключик разгадки к человеческой душе. Наша программа называется «Смысл жизни». В чем для вас смысл жизни? Я скажу, вот на период своего возраста, сейчас на 23 года, я не до конца еще мудра, у меня еще мудрости учиться и учиться. Но вот сейчас, в тех жизненных обстоятельствах, в которых я нахожусь, мой смысл жизни – это жить жизнь и любить жизнь. Вот и все. Она у меня одна, и я знаю, что больше не будет такого дня, как сегодня. Завтра будет уже новый день, новые люди. И я просто люблю ценить все моменты, люблю жизнь, люблю людей. Поэтому, наверное, поэтому счастливый человек. Элеонора, я уверен, что вы знаете, что означает ваше имя. Если честно, нет. Интеллектуальный конкурс продолжается. О, ну вы меня мучаете. Тогда я за вас скажу. Элеонора с греческого – это милосердие. М-м-м, видите? Милое сердцу, да. Спасибо. Поэтому даже в вашем имени, ваше предназначение – дарить людям счастье и красоту. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это был «Смысл жизни» Леоноры Кочеловской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова